Военный обозреватель Денис Попович на связи со студией Freedom. Денис, я вас приветствую в эфире. Вечер добрый. Если говорить о том, что фактически мы видели сводку генерального штаба с тех пор, как начали вот эту масштабную операцию в Харьковской области, российские оккупационные войска, огромные потери мы констатировали, но очевидно неоправданные ожидания у российской армии в связи с этой операцией тоже мы можем констатировать. Вот чем еще она обернулась для армии РФ? Но она пока не закончилась. Говорить о том, что она чем-то обернулась и подводить какие-то итоги, ну крайне рано. Противник перебрасывает резервы, и он все еще рассчитывает на то, что там удастся добиться успеха. И он снимает часть от сидений участков фронта. Да, можно говорить о том, что они рассчитывали, что мы будем снимать резервы для того, чтобы удержать наступление противника на Харьковском направлении в Харьковской области. Но получается наоборот, то сейчас они вынуждены снимать свои подразделения и поддерживать там какие-то темпы, которые остановились. И сейчас наоборот, украинская армия начинает выбивать противника постепенно с тех позиций, которые не сумели занять. Ну вот, контратаки ВСУ как раз заставляют российских оккупантов перебрасывать силы с Донецкого направления на Харьковск. Я так понимаю, об этом вы говорите, но вот то, о чем я сказала, об этом подтверждает мои слова сообщение Института изучения войны. По его данным, армия РФ передефлацировала в районе Липце в части 155-й отдельной морской пехотной бригады и 18-й мотострелковой дивизии. Хотят ими заменить подразделения, которые потеряли боеспособность. Также российские оккупанты стягивают на Волчанское направление дополнительные воинские части 138-й отдельной мотострелковой бригады. Но мы, в принципе, с первых дней полномасштабного вторжения слышим вот эти планы Путина, да, о полной оккупации Донецкой области, выходе на админграницы Донецкой области. В принципе, по их направлению движения оккупационных войск мы видим, что они, в принципе, пытаются эти планы как-то реализовать. Но тут мы видим, что они с этого направления на Харьковское перебрасывают, собственно говоря, силы. Почему? Ну, потому что стоит задача. И стоит задача, а не просто там кого-то там. То есть, мы же помним, Владимир Путин заявил о том, что будет сделана буферная зона в Харьковской области. Он заявил об этом в марте месяце. То есть приказ исходит непосредственно от высшего военно-политического руководства. И, очевидно, были дедлайны, поставленные перед Российской армией, потому что не начали наступление до конца, не развернули его. Не приводит участие в полной мере к этому наступлению. Поэтому, похоже, такая задача стоит, они будут пытаться дальше ее выполнить. И любой ценой будут это делать. То есть путем и переброски своих подразделений, и резервов с других участков фронта, и задействовать тех резервов, которые у них еще есть, которые не находятся в зоне ведения боевых действий. То есть они будут дальше пытаться, поскольку приказ никто не отменял. Ну, а вот опять же, это сейчас речь идет о личном составе, либо также речь идет о технике. Тут только с донецкого направления перебрасывают, либо какая-то есть информация о том, что снимают с других направлений тоже сейчас резерв какой-то. Донецкая область, была информация раньше, потому что снимали части Сумского направления. Они же собираются на Сумчево наступать. Вынуждены были снять определенное количество войск, переброси на Харьковское направление. С Купинского участка фронта была информация, потому что они снимали войска. С южных участков, в Херсонской области, была информация, что они снимают войска. Ну, естественно, из глубины Российской Федерации у них тоже была перевозка какая-то войска. Янградский военный округ за действием в этой операции. Поэтому постоянно они пытаются насытить свои части. Там у них потери, и необходимо им поддерживать темпы наступления. Ну, или того, что сейчас там происходит. Сейчас там нет наступления. Они, наоборот, остановлены, и наши войска контратакуют. Но, тем не менее, необходимо там дальше возмещать те потери, которые они имеют. Как они этот весь ресурс, собственно говоря, используют? Какова их тактика сейчас на этом участке фронта? Обычная тактика. Кабы, артиллерия, тяжелые огнеметные системы, обстрел позиций наших войск. Волчанские, в частности. И постоянные штурмы, пехотные. Использование пехоты очень обширное. Совершенно не жалеют они своих людей. Там есть информация, что если брать какое-то подразделение со 100%, то после ряда штурмов это же подразделение выбивается процентов на 80-90%. И заступает в следующее подразделение. Вот таким вот образом они дальше действуют. Я так понимаю, вы не случайно первыми назвали тут как раз Кабы. И именно вот этот фактор преимущества авиации, забрасывания наших позиций Кабами, это сейчас и есть основная, скажем так, тактика российских войск при своих каких-то атаках. Кабы носят весьма важную вспомогательную функцию. Можно понимать. Благодаря Кабам пехота получает возможность занимать те позиции, которые эти Кабы разбили. Есть условная застройка, которую удерживали наши ребята. Кабами эту застройку снесли в хлам. В молекулу ее, образно говоря, превратили. Принудили наши таким образом отступить. И далее эти позиции занимает пехота. Либо же эта пехота атакует массой, пытаясь выбить наших парней, занимаемых позиций. Вот предусмотрена такая тактика. Артиллерия работает, работают тяжелые огнеметные системы. Страшное оружие в условиях городской застройки. Очень неприятное. То есть оно как раз и предоставлено для того, и существует для того, чтобы убивать пехоту из укреплений. Поэтому там противник вот таким вот образом и действует. Пытаясь сочетать огневую мощь с численным преимуществом. Какая группировка сейчас находится? Есть ли информация на этом направлении? У меня информация достаточно старая. Там где-то порядка 40-45 тысяч было. Но, как мы понимаем, постоянная ротация происходит. Поэтому сейчас с достаточной точностью трудно указать, какая там группировка находится в распоряжении Российской Армии. Ну, опять же, одной из целей вот этих атак называют попытки Российской Армии растянуть силы вооруженных сил Украины в ожидании помощи от партнеров. Некую помощь мы уже получили. Это каким-то образом отразилось? Ведь, ну, если опять же брать фактор Харьковской области, того же Волчанска, да, либо Харькова, это непосредственная близость к российской границе. Атакуют с территории Российской Федерации. Мы слышали заявление наших партнеров о разрешении использования их оружия по территории Российской Федерации по законным военным целям. Подчеркну это. Это сейчас возымело какие-то успехи, какой-то эффект, какой-то результат? Ну, прежде всего, разрешение бить по территории Российской Федерации с западным оружием и сыграло огромную роль в том, что удалось наступление остановить, и сейчас постепенно мы их отжимаем назад. Вот очень огромную роль это сыграло. Ну, помимо остальных, скажем так, обстоятельств, связанных с хорошим командованием, с налаживанием управления, с героизм наших парней, с тем, что физически стало больше снарядов, то есть получилось, скажем так, вести более эффективную контработоренную борьбу, нет недостатков боевых припасов. Ну, и удары по территории Российской Федерации. То есть зенитно-ракетный комплекс уничтожается, уничтожается зенитно-ракетный комплекс С-300, которые били этими ракетами по населенным пунктам Харьковской области, по тылам. Дальше что? Уничтожались ЗРК как ЗРК, уничтожались артиллерийские позиции, уничтожались пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов, в Искандер, в частности, штабы, узлы связи, склады и все прочее. То есть это, конечно, имело очень большое значение, для ведения вооружений. Ну, и если вообще посмотреть на то, как вот эта операция повлияла, в принципе, на возможности российской армии, на военные возможности. Сейчас мы можем что-то сказать? Ну да, вот огромные потери. Это, наверное, первое, что бросается в глаза. На данном участке фронта, да, есть влияние, я бы лучше описал. Если мы говорим о том, в целом, то сложно его оценить, на самом деле. То есть пока у Российской федерации есть резервы, она это пытается использовать. Ну, опять же, мы сейчас говорим с вами о ситуации, которая происходит в динамике, и сейчас там происходят боевые действия, в том числе. Волчанск очень много говорят о некоем агрегатном заводе. Ну, так понимаю, сам по себе агрегатный завод цели какой-то интересной для себя не представляет. Он из себя, наверное, представляет какую-то допозицию интересную для оккупанта. Вот что это за завод, и что там происходит сейчас? Ну, там я бы не сказал, что там специально не пытались занять. Скорее, это вынуждены акции с их стороны. То есть они пытались форсировать речку Волча. Это было где-то пару недель назад. Эта ситуация возникла, да, может, немножко меньше. Они были отброшены и засели на этом самом агрегатном заводе в крайне невыгодной для себя ситуации и оказались в оперативном окружении. То есть там разнятся оценки по количеству той группы российских конслужащих, которые засели на этом предприятии, там от двух до четырех сотен. Речь говорила, речь шла об этом. Значит, может, сейчас их уже и меньше, поскольку там они гибнут от ранения, от огневого воздействия украинской армии. Пытались их вызволить, пытались к ним прорваться, пытались штурмовать крестные улицы, но, как мне кажется, это безуспешно. Поэтому вот такая вот ситуация на агрегатном заводе возникла. Видимо, скоро мы услышим о том, что окончательно, значит, эта группа была пленена, будет пленена, будем так надеяться, что это произойдет, и этот участок фронта будет защищен. То есть утверждать, что противник удерживает агрегатный завод, как это любят говорить российские пропагандисты, что мы удерживаем территорию агрегатного завода. Это все равно, что говорить, что в конце января 1142 года 6-та армия Паулюс удерживала Сталинграду. Да, удерживала, но есть нюансы. В принципе, да, пропагандисты такое умеют и могут. В принципе, с ваших слов я понимаю, что ничего нового, да, мясные штурмы, забрасывание кабами, ну, в принципе, на том российская армия в Харьковской области. Мы так с вами говорим, да. Мы, так сказать, ничего нового, мясные штурмы, забрасывание кабами. Ну, только там... Для российской армии, видите, это обыденность, да, и полторы тысячи, там, ну, около тысячи погибших ежедневно. Вот такая реальность российской армии сейчас. Ну, а какой ценой дается нашим ребятам сдерживать все вот эти вот волны, атакующие российской армии? Поэтому, к сожалению, к сожалению, эти мясные штурмы, попытки брать числом, а численность, это тоже, в общем-то, качество в какой-то степени. Поэтому тут все это достаточно тяжело нашим парням дается. Денис, мы очень много говорим сейчас об истребителях F-16, о дальном боем нам оружия, о помощи наших западных партнеров. Это все как-то поможет нам справиться с вот этой ситуацией, когда противник именно количественно давит на наши позиции? И здесь вопрос тоже в количестве. Сколько будет самолетов, сколько будет при нем оружия, какое это будет оружие, какое это будет обеспечение. Я всегда говорю по поводу обеспечения самолета ДРЛО. Ну, к счастью, Швеция нам предоставила самолеты ДРЛО. Большое спасибо этому государству. То есть очень важное расширение функции F-16. Но снова-таки мы упираемся в количество этих самолетов, самолетов, номенклатуры вооружения и так далее. Чем больше этих самолетов, тем больше будет влияние. Но для того, чтобы, в общем-то, переломить ход ведения боевых действий, то нам нужны десятки, если не сотни таких уж. Ну что ж, будем их ждать. Денис, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Всегда вам рады на Freedom. Денис Попович, военнообозреватель. Напомню, с нами был на связи, говорили о ситуации в Харьковской области. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Freedom. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.